Вот видите, говорят, что сегодня первый день мороза и меньше народа, а то три дня было здесь сумасшествие. Здравствуйте, дорогие друзья, самые лучшие на свете зрители. Мы с вами находимся на фестивале Мосвинтаж в Музее Москвы. И в рамках фестиваля здесь были представлены и винтажная одежда, и посуда, и замечательные скатерти, трикотаж, украшения и многое-многое другое. Кстати, 3 января в 15.00 здесь была рассказана рождественская история в сопровождении старинных музыкальных инструментов Народного театра «Широкий двор». А также здесь представлена необыкновенная трехмерная композиция старинных уголков Москвы, выполненная из пластилина художником Алексеем Никулиным. Друзья, посмотрите, как мастерски выполнены дома, трамваи, люди, даже их одежда, все вплоть до мельчайших подробностей. Вот, например, вывеска на трехэтажном доме диетическая столовая со ступенями, круто уходящими вверх, с интересными окнами, со светофором на стене дома, с забытой бочкой кваса на улице. Посмотрите, двое мужчин переходят дорогу. У одного из них коричневый портфель. Здесь же можно было приобрести и винтажные фотографии, рассказывающие нам об уходящей эпохе. Меня, например, заинтересовала вот эта танцовщица. Посмотрите, как она красиво, интересно одета. Ой, а что это у вас такое бирюзовое? Это чье? Вот эта красота. Посуда такая красивая. Ну чья она? Видите, что это? Ириша, чье это? Бавария. Бавария. Немцы? Бавария. Они, все посуду у них Бавария. Ну а что ж, красота. Они любили, они всегда любили посуду. Немцы, мужики. Ну это красивый цвет, очень. Да, да. Красиво неимоверно. Как и кукши. Очень красивый. На перстке. Вот мадмуазель Азара. Ну что, мини к маме посмотрите или что? Нет, мы подумаем. Да, мы подумаем. Не горит. Вот это не щучок. А вот это такое, прекрасное, восхитительное аромат. Да. Ну вот видите, Япония с шишечками сосна. Япония с шишечками сосна. Да, это хорошо. Ну ютуб, да. Япония с шишечками сосна. А как рекламу? А вы кто? Мы просто частные предприниматели. Да. Ну а как вас найти-то? Вот вы здесь. А мы только здесь поступаем. Ну вы же в разных местах? Нет. Вы всегда на этом месте? Нет, но в этом ряду так получится. Я имею в виду, что ни на те шишечки нигде будет, я не бы больше. Да. Нет, я здесь бываю, потому что я здесь живу, чем-то рядом. А я тоже, кстати, пришла к знакомой Оле. А что-то я найти ее не могу. А возможно здесь же все берут блоками в этот раз. Кто-то два дня, кто-то три дня. А, просто так вот. То есть ее может и не быть. Не все такое, да, в марафон будет. У нас уже первые два дня была. Да, она была первые два дня. Кто-то четыре, кто-то убрал три дня. Так, а это кто у нас? Это Германия, старая фемия Бавария. Это Флоренция, старая бронза. Вот такая она прямо вот бронзовела. Но она как что? Как пресс-папье? Это просто как пресс-папье, да. Но сейчас на компьютер наступит. Вот старая, это античная бронза. Музыканты такие. Маркированная. Вот там. И сколько вы такая вот маленькая? Они по тридцать. Они сколько? 15 сантиметров? Это девятнадцатый век. Да, где-то да. Девятнадцатый век, да? Девятнадцатый век, да. Это тысяча восемьсот? Да, да. Где-то девяностые. Конец девятнадцатого века. Какая очень милая тоже. Вот бронза, мрамор, хрустая, чернильница. Да. Здесь много интересного. Это вот такая старая фоблика. В виде такого гнома веселого. Да. Это вот ядьково. очень классная. Это шувалово. Вот этот? Макалы. Ручной работы. Настоящее золото. Это... Ну, 20 каратов. Что? 20 каратов. Да. Да. Ну, они все старые, да. Может, и больше. Они все разные. Даже вот в диаметре. Немножко по высоте. Ну, да. Ручная. Ручная, да. Потому что это работа. Да. Ну, вы чего так интересного, если бы приглядеться. Детально. Внимательно. Да. А вот эти вот с розами трио. Это что такое? С розами. Вот эти. Вот. А, это Оскар. Верламутровая. Это Оскар. Это Германия. Это просто хорошего витринного хранения. Тройки и, как бы, часть сервиза. А, это все вместе. Поняла. Ну, можно вместе. Можно мы продавали тройки отдельно. Еще есть большой чайник. Вот она, может, завтра принесет. Вот замечательная шклатурка Херен в Венгрии. Прекрасная ручная работа, как и все у Херен. Дорога-бога. Херен, да. Ну, вот у вас и цветок такой красивый. Это цветок, да. Это Италия. Еще обычная лепка и суренка. Да. Прекрасные интерьерные корзиночки. А стоимость у них одна и та же, да? Стоимость? Да. По 4 тысячи. И та, и другая. И та, и другая, да. Ну, в паре дешевле. А чьи они? Ну, привезено из Флоренции. Вообще, это их тема. Вот лимоны все. Производители, скорее всего, вот тут тоже их. Италия такая типа, как это говорят, Артель. Артельная. Ну, видите, вот в формале. Мол, и все. Ну, так биопозитивно. Да, интересные штучки. Бокалы, конечно, очень хорошие. Бокалы вообще без слов. Без слов, да. Гольф? Да. Игры в гольф. Это для игры в гольф. Да. Кстати, это вообще Нидерланды. Да. Это приобретается в магазинчиках, которые для членов гольф-клуба. То есть они не были особо так вот тиражными. Я смотрю, даже дама там. Да. Вот именно, что дама делает нам всю картинку в этой юбке длинной. Да, да. Из плюшки. Шляпки. Ну, все верные плюшки. Да. У тебя вот еще есть какая-то прессия. Да. Да. Ну, что у меня нет. Из петуха. Не рыбкая иконница есть. А вот эти у меня как раз есть. Да почему-то нет. Ой, у вас маленькие тоже есть собачки. Маленькие. Маленькие. Так, вот такая у меня есть вот эти вот три. Маленькие. Ой. Это ЛФЗ вот. А это вот впереди, это Европа у вас. Да. И сколько они у вас стоят? Это разного. 600. Ну, вот эта вот маленькая, которая голову поворачивает. Вот такая. Вот эта? Да. Это ЛФЗ. И сколько она? Это 900 рублей. Да. А она вообще дворняшка. И такая дорогая. Дворняшка дорогая. Дворняшка дорогая. Нет. Сейчас дворняшек не осталось. Без суммы. Это трио. Трио. Да. Гармонисты. Ой. 5000. А этот Мишка у вас как с ярмарки. Что? Мишка вот как с ярмарки с кетушком. Да. Мишка вот. Большой петушок. Такой. Вот большой. Вот дымковский. Ой, большой. Это вообще. Большой шикарный. Ой, какой красивый. Его надо где-то наверху поставить. У меня есть дымковский, но маленький. Такого большого нету. Да. Вот дымковский заяц. Вот еще какие-то клисуньи, да? Смотрите, дядя Степа у нас здесь. Красиво. Это, естественно, не любит уже. А вот молодежь, может быть, тебе понравится. Боже мой. Такая плоская, такой звук. Ну, вот такие вот есть плоские, вот такие всякие. Ничего себе. А я привыкла, что другие. Большие. Ну, хорошо, а вот эти сколько стоят? Значит, вот такие 700, такая рыбка 1200. Вот эти полторы, ну и все вот животные полторы. Эти там тоже 2 800, 3, 4. А за 500 ничего нету? Нет, за 500 ничего нету. А вы музыкант сами, да? Ну, что ты играешь. Вы что любите такое? На гитаре играете или на чем? На всем. А? На всем. На всем? А где-нибудь в ансамбле вы участвуете? Ну, вот так. В любительском. Надо же. Ну, прям музыкант. А у вас еще, смотрите, вот эта зеленая форма труба. Да, ну, вот флейты всякие. Ну, флейты – это ладно. А вот та зеленая – это что ж такое? Во! Ну, это такая что-то большая. Ой, какой вы талантливый. Подождите, дай я тебе форму пока покажу. Что она играет, казалось бы, да? Вот совсем не похожа на дудку. Вот. Ну, смотрите. Вот это да. Вот. Да. Прям такой звук. Ой, сказочки. Это просто черт. Делаете, а потом вяжете вот эти чудесные носочки. Нить. Шерстяную нить. Ой, боже мой, я… Боже мой. Извините, а как вас зовут? Анна. Анна? А ваша это… Компания или что это такое? Мастерская мастерская Ясенка. Ясенка? Да. Здорово. Спасибо. О, боже мой. Посмотрите, сколько. Красоты. Рушники. Вот это да. Сколько текстиля. О, боже мой. О, боже мой. Раюсь быка. Мы не acredite. То, кто-то посוא�ев скончון акбилогional. Смотрим. Паха и точка. Тю точка,Cо мертвénя. Продолжение следует... 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 Просто сказка... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и сколько 6 половину в отличном состоянии мне просто пионы но совсем другие тоже дулёва но совсем другие форма другая первый сорт чайника и чашки другие что-то похожее вообще это медная посудя и нарисованы ручной обжигается три с половиной три штуки а для чего они должны за свечи можно сказать драгоценности то что цвет очень красиво но восприменение пока и сообразие даже не могу куда их можно больше не так это называется макарин на русском приводится как единственная работа поэтому все эти цвета и здесь не видно что каждый нарисованы руками так секундочку это обжигается вот даже и очень очень зависит хорошая печка то есть если это все неправильно делят краска может быть отсыпется